Друзья, привет! Мы сегодня с вами завершаем наш цикл из пяти встреч про коммуникацию. За эти пять встреч мы довольно многом успели поговорить в прошлых выпусках, да, и как познакомиться с человеком, и как подойти и влиться в компанию людей, и как познакомиться с человеком, когда это происходит тет-а-тет, и как плавно завершить разговор, чтобы не обидеть человека, и чтобы оставить такой вот люфтик для продолжения каких-то дружеских отношений. Это и как поддерживать беседу. И сегодня, вот как раз продолжая разговор о поддержке беседы, я расскажу о том, что уместно и что не совсем уместно говорить о себе при первой встрече. Если вам бы интересна тема этого выпуска, что говорить и что не говорить о себе при первой встрече, ставьте, пожалуйста, мне такой красивый лайк и подписывайтесь на мой канал. Итак, у вас завязался такой легкий, непринужденный разговор. Вы сделали комплимент, как мы с вами говорили, да, искренний, хороший такой какой-то от сердца. Вы представились после этого, и дальше, дальше нужно уверенно продолжать разговор. И вот мы говорили о том, что нужно показывать свою заинтересованность в том, что человек говорит. Вот нужно подхватывать мячики его посланий. Если он говорит, что я из такого-то города, вы вспоминаете, как вы там были, или кто-то из знакомых вам рассказывал про этот город, или что вы слышали про этот город, или наоборот, что не слышали, как интересно было бы узнать о нем побольше. Ну, то есть, как бы доброжелательно ловите мяч и возвращаете его человеку. И, в общем-то, какое-то время на этом разговор может продержаться, когда человек что-то такое вам говорит, а вы внимательно его слушаете и показываете вашу заинтересованность. Кому-то из ваших собеседников это будет норм. Да, вот кто-то готов часами рассказывать о себе, им, в общем-то, будет не особо интересно, кто сидит напротив него, лишь бы была у него такая вот благодарная аудитория. Но большинству адекватных людей все-таки будет интересно узнать и о вас. То есть информация должна быть двусторонней. Потому что если говорить только о себе, допустим, если познакомились и задал вам ваш собеседник какой-то бежливый вопрос, и вы пошли ему рассказывать всю свою жизнь, начиная с младенчества, студенчества и так далее. Но собеседник очень быстро соскучится и уйдет, особенно если его собеседник впадает в детали относительно своей жизни. И в то же время нельзя постоянно как будто выуживать информацию о человеке и ничего не говорить о себе. Иначе вас примут за шпиона, за какого-то, ну, не в буквальном, конечно, смысле, но это будет как-то очень странно выглядеть, что вот человек только расспрашивает обо мне и ни слова не говорит о себе. Информация должна быть двусторонней. И запомните, пожалуйста, два правила. Информация о себе, это первое правило, должна выдаваться маленькими порциями, постепенно. И второе правило, информация должна быть только легкой и позитивной, никакого негатива. Кстати говоря, если вас, в принципе, интересует тема коммуникации, как постепенно выстраивать правильные отношения на любом этапе коммуникации, в начале, когда она продолжается, или когда там она на пике, или когда она потихонечку завершается, да, подписывайтесь на мой канал, это само собой, а приходите еще ко мне на мой бесплатный практикум. Вот ссылочка, пожалуйста, вот проходите по ней, регистрируйтесь, приходите ко мне на мой бесплатный практикум. Там будет здорово и интересно. Продолжаю тему нашего сегодняшнего выпуска, что можно и что нельзя говорить о себе. Итак, малыми порциями, да, знаете, у какого-то классика было такое выражение, она была вульгарно-откровенна, да, вот не надо быть вульгарно-откровенными. Информация общего плана, чем я занимаюсь, где живу, откуда родом, откуда родом родители, какой институт заканчивал, какие были интересные преподаватели, где недавно был, где провел отпуск. Вот это вот та информация, которую можно выдавать в первый раз. И, кстати говоря, готовьтесь, вот заранее имейте заготовочку такую, если вас спросят, чем вы занимаетесь. В общем-то, я не сторонник, чтобы с первых слов спрашивать человека, чем вы занимаетесь, если это, конечно, не деловая встреча, а какая-нибудь такая тусовка типа вечеринки или там встреча по интересам, выставка там или еще что-то. Но, тем не менее, у вас должна быть заготовка, чтобы сразу сказать, чем вы занимаетесь. Коротко, достаточно емко, да. Я, Надежда, психолог. Ну, Надежда не обязательно. Надежда, вы чем занимаетесь, да. Я психолог, у меня тренинговый центр на берегу Балтики в Латвии, и у меня сообщество. Вот этого на самом деле будет достаточно, да. То есть мне не обязательно перечислять книги, которые я написала, мне не обязательно перечислять свои ученые степени, там, регалии какие-то, потому что это будет немножечко, да, вот нескромно для первого раза. Вполне достаточно, что я сказала профессию, и вполне достаточно, что я сказала, что вот у меня тренинговый центр на берегу Балтики в Латвии и сообщество. Все. Вот как бы это коротко достаточно. Вот вы тоже, пожалуйста, напишите короткую такую емкую и в то же время красивую информацию о себе, которую вы будете говорить, не вдавая эти детали, и у вас таким образом будет вот такая вот уже заготовочка. Может так получиться, что, допустим, вы не любите свою работу, а вас спросили, чем вы занимаетесь. Вот, тогда можно ответить откровенно, да. Я занимаюсь вот тем-то, чтобы обеспечить себя и свою семью, но моя настоящая страсть – это то-то, да. И дальше переводите разговор на ту тему, которая вам интересна. Вот, ну и, как мы уже с вами говорили, откуда вы родом, кто родители, откуда они родом. Ну, конечно, совсем уж в корни далекие не надо вдаваться, но, тем не менее, это вот такие вот общепринятые темы, на которые можно легко и непринужденно говорить. Вот второе правило, помните, никакого негатива. Ни в коем случае не говорим с первого раза, и да и со второго тоже, на самом деле, о проблемах в семье, о проблемах на работе, о проблемах со здоровьем, о финансовых проблемах, не знаю, о правовых каких-то ущемлениях. Не говорим. Только легкая, позитивная информация. Итак, малыми порциями и никакого негатива. Знаете, как один знакомый сказал мне про одну девушку, ты знаешь, вот отношения, они ведь выстраиваются постепенно, вот так вот, камушек за камушек, кирпичик за кирпичиком. Она как будто хочет быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро выстроить всю стену, и поэтому вот какое-то нагромождение получается, стена рушится в результате, и отношений нет. Интересная такая была обратная связь для той девушки, бы. Но, к сожалению, это было сказано не ей, а другому человеку. Вот, то есть можно разрушить отношения, которые не успели еще начаться, просто какими-то вот очень большими впрыскиваниями объема, да, вот информации, которую человек просто про вас не готов еще переварить, да, вот малыми порциями и только позитив. Вот, что там можно сказать, там, допустим, такого личного, чтобы это было искренне. Вы знаете, моей мечтой всегда было то-то, и вот, кажется, наконец, я начала это реализовывать. Или, предположим, я уже несколько лет занимаюсь этим проектом, и, кажется, он, наконец, подходит к своему завершению. Я очень рада. В общем, еще такой деликатный вопрос. Смотрите, ребят, не совсем уместно рассказывать, какой я крутой или какая я крутая при первом знакомстве. Эта информация должна прийти постепенно к человеку, да. И то же самое не нужно рассказывать, что вот у меня вот это не получилось, вот это не получилось, и вот тут вот опять не получилось, да. Это тоже не надо. Знаете, какой выход есть самый классный? Рассказывайте, как вам удалось преодолеть те или иные трудности, да. Была вот эта вот трудность, мы с командой сделали то-то, 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 я встретился с всем человеком, посмотрел, как это делает он, перевел это на себя, вот это вот получилось вот так, вот так, преодолели вот это, в результате у нас сейчас все более-менее, команда отлично сработала, да. Вот как бы старайтесь переводить еще заслуги не только на себя, но и на коллег, да, вот на своих коллег, на свою команду, на своих друзей. Это будет звучать как-то вот более скромно и более уместно, да. Но вот рассказывать о трудностях и о том, как их удалось преодолеть, это в любом случае очень полезная, интересная информация для других людей. Она говорит хорошо о вас, то есть вы смогли прийти к тому, что вы имеете, благодаря тому, что вы вот так вот успешно преодолели эти трудности. Конечно, вы не говорите, что я стала таким крутым, потому что успешно преодолела. Нет, вот было вот это, вот это, вот это, вот здесь вот было нелегко, да. Ну, как вы понимаете, организовать центр, начать все с нуля в чужой стране было не так просто. Но тут оказались очень милые, приветливые люди. Удалось связаться с такими организациями, с такими, освоить интернет, запустить информацию туда-то и туда-то, и вот теперь здесь бывает достаточно много людей. И, в общем, дело обретает обороты, да. Вот этого на самом деле достаточно. Вот. И еще что можно сказать такого? А, вот вы знаете, есть такой вопрос. Я по этому поводу придерживаюсь вот такого вот мнения. И вот я вас слушаю, мне было бы очень интересно, что по этому поводу думаете вы. Да? Высказать свое мнение и спросить мнение другого человека. И дальше помним о правиле коммуникации, что первый разговор, если он тет-а-тет, он длится 5, 10, 15, ну вот очень много, если это 20 минут. Дальше идет обмен визитками, да. Пойду посмотрю, что тут происходит, мне нужно встретить некоторых знакомых. Или, если вы хотите продолжения, пойду посмотрю, что тут происходит, там или, о, кажется, вот идет мой коллега, было очень приятно с вами пообщаться, я бы с радостью продолжила с вами на следующей неделе за чашечкой кофе. Как вам такая идея? Дальше обмен визитками, почтами, если визиток нету. И вы пишете человеку на следующей неделе, вы встречаетесь и продолжаете этот интересный разговор. Если вам была интересна тема этого выпуска, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал. У меня всегда есть тут много чего интересного, и именно с практической точки зрения. Всего вам хорошего. Продолжение следует...